Мы с вами находимся в месте хранения автомобилей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Думаю, что вид искореженных авто должен произвести какое-то воздействие на сознание водителей, склонных к нарушению правил дорожного движения. А пока вы будете осматривать результаты человеческой глупости и легкомыслия, мы попытаемся рассказать вам, какие нововведения появятся в Кодексе об административных происшествиях и правилах дорожного движения. Итак, с 15 ноября 2014 года. Пешеходы обязаны носить одежду со светоотражающими элементами в тех случаях, когда они передвигаются по проезжей части вне населенных пунктов в темное время суток. Действовать это требование начнет с 1 июля 2015 года. На нерегулируемых переходах отныне запрещен обгон. Действует эта норма вне зависимости от наличия пешеходов на переходе. Утверждена новая процедура возврата водительских удостоверений автомобилистам, задержанным за езду в нетрезвом состоянии. Теперь нужно будет не только дождаться срока, предписанного законом наказания, но и пересдать экзамен, предоставив медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к управлению машиной. Процессуальные действия по делам о нарушениях правил дорожного движения будут совершаться в отсутствии понятых. Вместо присутствия понятых достаточно применить видеозапись за исключением случаев личного досмотра. Штрафы для водителей мопедов и скутеров будут точно такими же, как и для других участников движения. К примеру, езда без водительского удостоверения от 5 до 15 тысяч рублей, езда в состоянии алкогольного опьянения, лишение прав на 1,5-2 года и 30 тысяч рублей. Штраф за передачу управления мопедом лицу, не имеющему прав, составит 30 тысяч рублей. Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом или ввозчиком гужевой повозки, влечет наложение административного штрафа в размере 800 рублей. Скрытие номеров автомобиля тем или иным способом наказывается лишением прав на срок от 1 до 3 месяцев, либо штрафом в размере 5 тысяч рублей. Остановка или стоянка транспортных средств в местах остановки маршрутных транспортных средств, либо ближе 15 метров от места остановки маршрутных транспортных средств, влечет наложение административного штрафа в размере 1 тысячи рублей, за исключением остановки для посадки или высадки пассажиров, или вынужденной остановки. Допуск к управлению возможен только при наличии российского национального водительского удостоверения. Это требование относится к руководителям автопредприятий, использующих труд мигрантов. Подобное нарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, ответственно за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств в размере 50 тысяч рублей. Исключено наказание в виде административного ареста в случае, если нарушение было зафиксировано средствами видеонаблюдения. Управление транспортным средством водителям, не имеющим при себе страхового полиса, а для машин, принадлежащих юридическим лицам еще и путевого листа и товарно-транспортных накладных, ведет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей. Выдача диагностической карты, подтверждающей проведение технического осмотра при несоответствии этого транспортного средства обязательным требованиям безопасности, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Передача в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра сведений о проведении технического осмотра транспортного средства, в отношении которого технический осмотр не проводился, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Исключено такое понятие, как запрещение эксплуатации, то есть номера больше сниматься не будут. Будьте осторожны, внимательны, бдительны, законопослушны, здоровы и счастливы! Субтитры создавал DimaTorzok